Либерал-демократов и прочих оппозиционеров. И создать революционную ситуацию. Революционная ситуация в нашей стране, она создается сейчас потихоньку. Но очень вяло и медленно. Вот два пути. Революционный, либо... Почему? Потому что на волне недовольство либеральными реформами, которые только усугубляют положение народа. Действительно, это так. Социальное расслоение, беспредел. Теперь можно ответить на вопрос, почему идут нападки на МВД. Мы уже этот вопрос обсуждали. У нас было высказано, что что-то странно. Потому что появляются такие фигуры, как Дымовский, там и другие. В интернете много. Беспредел был всегда, в последние годы особенно. А сейчас вдруг это дело педалирует. Но Дымовского сразу стали опекать западные, прозападные, диссидентствующие правозащитники, так называемые. И сейчас эта тусовка вся объединилась под протестную волну. Стали перехватывать такие лица, как Салье, там, по-моему, Новодворская, Немцов, тот же Сидящий Ходорковский, выходит в 11-м году. Вот сказали, не его ли готовят, как героя. Ну, нет, еврея вряд ли. Сейчас. И так далее. Вот это вступление такое. Чтобы понять, для чего все это делается, необходимо вспомнить. Дальше важные вещи. Еще рекомендую прочесть еще потом эту записку. Что процесс развала русской цивилизации в форме государственности СССР был синхронизирован с процессом объединения национальных государств Европы в Евросоюз. Этот процесс объединения Запада и развала России к концу 20-го века был необходим за правилом библейского проекта для того, чтобы исключить возможность войны Запада в 21-м веке на два фронта. против мусульманской цивилизации на юге и внутри Европы. Она тоже там уже есть, внутри Европы и у нас, но у нас меньше. Против войны. Войны против мусульман и против русской цивилизации. Два врага. У библейской концепции два врага. Еще раз, поэтому с мусульманами надо дружить. Потенциально это тоже жертвы в будущем сценарии. Потому что Коран несет на себя вот две жертвы в будущем сценарии. Мусульмане и русские. И вот не случайно в 2008 году мы отреагировали на фильм «12» вот этой книгой. Здесь тоже показано, как работает психика прислуги, библейские прислуги от духовной интеллигенции. Никита Михалков и вся династия Михалковых. Фильм «12» — это антирусский и антимусульманский сценарий. Там все хорошие, кроме мусульман и русских. Особенно плохие русские. Мы подробно расписали, его сразу не видно. Но четко, да, это совпадает практически с тем, что этот сценарий, какой он может быть. Поэтому не случайно, еще раз хочу напомнить, что есть сценарий «Белого солнца» в пустыне. Там символ коранического ислама Саид. Сухов — символ русской концепции. Они друг другу помогают. И тоже есть книга, дело было в Фидженте, где это все написано. Ну и действительно, внутренний предиктор в 90-х годах откопал коранический ислам, как там в этом фильме и показано. На базе коранического ислама многие понятия появились, которые вошли в концепцию. Ну а исторически сложившийся ислам и мусульмане — это пушечное мясо на сегодня. Так же, как и российская толпа и элита. И элита тоже. Процесс объединения Запада и развала России к концу 20-го века был необходим для того, чтобы не воевать на два фронта. Против русской цивилизации и против мусульман. Но это видимая ближняя цель. В дальнейшей же перспективе главная цель Запада другая. Чтобы эту цель выявить, необходимо понимать. Региональные цивилизации характеризуются прежде всего присущими только им идеалами, или ими же отличаются друг от друга. Если за правилой библейской концепции это понимают, то к тому же видят, как растут мусульманские диаспоры в странах Европы и у нас тоже. Если они осознают, что бурзуарный либерализм теряет в мире свои позиции, и по существу история уже вынесла ему смертный приговор, если они понимают, что психотроцкизм в исламе, ну, или одержимость в исламе, в историческом исламе, одержимость священным писанием, священной войной, она существует. Не в разной мере, в разных странах ислама. Их, конечно, тщательно скрываемая цель становится очевидной. Одним выстреленным убить сразу двух зайцев. Уничтожить и цивилизацию ислама, и цивилизацию русскую. А как можно уничтожить их? Столкнуть между собой. Столкнуть между собой. Очаги уже очевидны в России, особенно на юге. Да и в Карелии происходило во многих. И поэтому к нам сриноклавлено завозят миллионы иммигрантов. Конечно, конечно. И наркотики завозят в Афганистан, и иммигрантов завозят. Пожалуйста, есть агентство по контролю за иммиграцией, и считают, что его и нет. А завозят вот эти руками как раз предприниматели и тех, кто работает на этот сценарий, не понимая того, а считают, что они просто делают деньги на иммигрантах, это дешевая рабочая часть. Да, на самом деле сейчас уже даже не совсем так. В провинции российской народ готов уже многие работать за те же самые деньги, за очень небольшие, но тем не менее все равно везут мигрантов тысячами. Везут для того, чтобы создать фактор противостояния. В общем, возникает уже страшное напряжение. Страшное, ну вот. Поэтому записка это очень полезно. Потенциальная реальная революционная сила, это как раз ислам, психо-тараскизм в исламе, экстремистские движения, которые не дают спокойно жить, им и не дадут спокойно жить, обычным, так называемым, правоверным мусульманам. Потому что большая часть стран ислама, это обычные мусульмане, которые просто соблюдают ритуалы и считают, что им надо, еще им дадут дальше спокойно жить. Вот так вот размножаться, они же представляют опасность для библейской концепции, потому что в Коране Коран против иудаизма, резко против иудаизма. Ни одного священного писания такого нет. Ну и русские тоже это понимают. Уцелевший после августовского 91-го года путча обрубок русской цивилизации в границах Российской Федерации впоследствии предполагалось урезать до национального государства Московии. Тоже, наверное, некоторые слышали. Это прогноз такой вот нехороший, как бы с их позиции. Чтобы в дальнейшем включить эту Московию вместе с его сокращенными вооруженными силами в Евросоюз и НАТО. Слышали, наверное, что на Красной площади планируется парад войск НАТО. И договор НАТО, почему-то последние руководители Североатлантического блока в последнее время заговорили о том, что мы Россию примем в НАТО при определенных условиях. Ну, то есть, что такое в НАТО, это значит, единая евроамериканская цивилизация под библейским контролем. Но для этого нужно определенно провести сценарий. Так просто она не войдет в Россию. У нас сейчас паритет все-таки еще сохраняется. И вот то, что не удается договориться подписать договор о сокращении наступательных вооружений, это неплохо. И здесь американская сторона торопится, она размещает ракеты у наших границ. Болгария, Польша, Румыния. Да. И это повод для этих идиотов в Кремле, чтобы не подписывать договор. Они нарушают. Ну, вот посмотрим, насколько там все промоцонено. У нас паритет пока ядерный сохраняется. Это сдерживающий фактор. Главная цель процесса развала России, этот сценарий направлен на развал России, превратить многонациональную и многоконфессиональную русскую цивилизацию в государственное оборудование, подобное бывшей Югославии. На которой за правилы Запада в деталях уже отработали алгоритм развала. В Югославии, помните, наверное, там сталкивали мусульман и славян. Особая роль среди отколовшихся от русских цивилизаций осколков предназначена исламским регионом. Татарстану, Большой.